Добрый день рыболовы! Данное видео приготовлено специально по заказу F-магазин. Я сегодня расскажу вам про всем известную блесну от компании Колебалка Питер Атом, но Атом малый. В чем же особенность именно данной модели Атома? Малый, потому что он маленький во всех отношениях, весит 10 грамм и длина его, как здесь видно, составляет всего 5 сантиметров. Вот именно это позволяет его использовать в несколько другом амплуа, чем мы привыкли использовать обычный атом. Но давайте его рассмотрим, как он выглядит. По строению это типичная каплевидная форма, как и у всех атомов Колебалки Питер, вот такой знаменитой. Эта модель выпускается всего в трех цветах. Это белый латунь, желтый латунь и красная медь. В данном случае перед нами цвет желтый латунь. Здесь, на обратной стороне, есть гравировка, где написано Атом малый, Колебалка Питер. Ее хорошо видно и ни с чем уже не перепутаешь. Это защита такая от подделок. Так вот, на передней стороне находится вот такое очень глубокое рифление, которое имитирует чешую рыбы, но при этом оно разнопланово бликует при проводке и создает дополнительные турбулентные потоки по трению о воду и более привлекательно становится блесна для рыбы. За счет таких небольших размеров, но внушительного веса и очень толстый получается металл, данная блесна обладает просто замечательными полетными данными. Кроме того, эту блесну, не просящую практически на ветру, можно ею пробить ветер и можно очень точно прицельно попадать в нужные нам места. Причем при всем при этом, она сделана очень правильно. Тройник находится на больших и подвижных заводных кольцах, которые вот так вот шарнирно очень хорошо двигаются. Острый большой тройник, ширина его равна самой широкой части блесны, то есть по 2 см. И там, и там. Это самое правильное оснащение блесен любых. Вот есть такие правила. Значит, если мы можем ее дальше кинуть, если она меньше, если мы можем точно и прицельно ее кидать, то мы расширяем количество трофеев. Не только щука и окунь, но и мы можем поймать и головля, и жериха, и даже форель можно поймать на данный атом. Кроме того, иногда и наша рыба капризничает, особенно малоактивно. Но бывали такие моменты, у меня в частности часто, что щука, например, предпочитает именно такие малогабаритные приманки. И вот тогда в дело идет этот замечательный малый атом. Он прогонистый, он отлично подходит для проводки сквозь камыши, где-то по растительности. При этом при остановках он отлично сыпется, вздрагивает. Хороший он на равномерной проводке, на медленной. Хороший он на проводке стоп-н-гоу. Причем он очень быстро достигает дна. И мы снова его подергиваем вверх медленно и можем снова дать паузу. Ну, то есть типичное стоп-н-гоу. Можно немножко подтвичивать. Так что блесна получилась у питерца очень даже универсальная в смысле проводки, в смысле добычи, в смысле рыбалки. Кроме того, вот эти вот все эти рифления, они отлично бликуют, напоминают маленького кормящегося или задевавшегося малька. Говорят еще, что есть разность потенциала между верхней и нижней стороной, то есть слабый электрический ток, который еще сильнее привлекает рыбу. Вот такой он замечательный малый атом. Применять его следует все-таки не на течении, а в более-менее стоячих водоемах или водоемах со слабым течением. Хранить лучше в сухих местах и сушить после рыбалки, чтобы он не поржавел. Итак, завершая обзор, хочу сказать, что купить данную блесну можно на fmagazin.ru по ссылке в описании под видео. Кроме того, вы можете использовать мой промокод, который даст вам возможность купить некоторые товары по скидке до 20%. На этом обзор закончен. Всем спасибо за просмотр. До свидания.